мы на месте хорошо мы приветствуем екатерину интересуемся готова ли она к диагностике доверить ли она нам свое биополе на период сеанса да она доверит мне какая-то пластина внутри она очень хочет убрать все уберем екатерина не беспокойтесь вы уже на месте и яду и команду на счет 3 сканер начинает сканировать пространство над головой екатерины под ногами 360 градусов вокруг нее на всех семи тонких телах находятся любые чипы датчики импланта конвекторы подключки чужодной энергии воздействия от этого все выстраиваются каналы ведущий в клетку тюрьму и ответственные за эти подключки энергии притягивается в клетку тюрьму и становится ее заложником один два три у меня воронка в ногах с бесом хорошо где он в клетке воронка с бесом гуманоид 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 хорошо снимается все маски и голограммы все в клетке представиться глаз на своему эфирному куду днк хорошо гуманоид почему ты находишься вообще здесь те кто-то звал он ее контролирует плане контролирует полностью и и энергии контроля кто тебе разрешал контролировать и энергии тебя просил кто-то об этом тебе давал кто-то задание контролировать энергию или ты просто паразитарная сущность которая ходит и отсасывает энергии которая ему нравится плюя на законы мироздания объясни мне он ей обеспечивает связь с космосом в каком плане что ты ей даешь я не верю он только иллюзии может показывать и какую связь ты обеспечиваешь энергию отсасывает туннель конечно он отсасывает ее энергия откуда ты гуманоид шимар какой-то шимар какой-то звезде ставь нам защиту и устанавливай перед его клеткой он что воздействует на нас веру да влад положи его на пол сожги его защиту и положи его на пол застави его просить пощады приступая просканируй защиту и сожги у него защита как ртуть открывая над ним поток любви абсолюта в его клетке один два три заливая клетки энергии любви отца да будет так атаки есть пошел поток сжигает все его защиты достаю печать семи архангелов и даю мощнейший удар на счет 3123 удар он просит остановись выключая свет ты пытался воздействовать на меня в моей клетке ты что себя за кого ты считаешь ты сегодня будешь наказан очень сильно я тебя гарантирую никуда ты назад домой не уйдешь сегодня уже не уйдешь у тебя был шанс ты его упустил это касается точно также всех остальных присутствующих в клетке здесь есть правило вы все заложники здесь мы здесь легально вы нелегально все кто будет нам мешать все кто будет пытаться воздействовать на нас будут уходить в галактическое ядро сначала не будут наказаны первый раз второй раз они автоматом уходит в галактическое ядро всем понятно он говорит что он какой-то верховный жрец да и что ну что его нельзя уничтожать а с чего ты взял что тебя не а ты имеешь право уничтожать человека что ты себя считаешь кем-то лучшим подожди он говорит что ее энергия нужна ему для определенных действий да а мне нужна твоя энергия для определенных действий как мы сейчас поступим я хочу тебя из тебя откачать 80 процентов энергии и скинуть ее в галактическое ядро как ты считаешь что мне может помешать это сделать он говорит что ты должен отпустить меня должен я тебе вообще ничего не должен я тот кто приходит когда происходят такие нарушения закона мироздания ты не осознаешь серьезности той ситуации в которую ты попал хорошо я оставлю его пока сейчас считает цифры над головой синего дракона вера малейшее воздействие еще попытка скажи мне сразу открывается моментально воронка в галактическое ядро перед его клеткой он туда улетит и так синий дракон цифры над головой 32 46 32 46 но это высокая какая-то космическая душа точно как долго ты находился синий дракон биополе 4 года 4 года хорошо у тебя есть установки в квартире есть понятно что мы сегодня будем дом чистить и ты же понимаешь что мы сегодня опять с тобой встретимся правильно поэтому и сделаем таким образом после того когда ты все уберешь и пройдешь проверку я открою портал ты идешь в дом и будет ждать меня минут через 15-20 я приду туда проверю все ли ты убрал и откроете портал на твою чистоту ты все понял но перед этим ты мне дашь слово синего дракона что ты больше никогда не войдешь ни в это биополе не в ее дом все понятно инкуб как долго ты находился в этом биополе 2 года 2 года сам пришел ее желание понятно значит сам и без цифры над головой считая 8 8 8 герцовый без песка же меня что это за воронки чё ты там воронки в ногах висишь перемещается понятно она вступила воронку ли ты сам залетел как это было на крик на крик то есть она кричала как долго ты находишься в ее биополе ответ не год один год хорошо и сколько находится считай веры информацию как долго гуманоид находится в этом биополе три слова три года хорошо начинаем с реверса энергии все понимают где они находятся поэтому долго объяснять не буду сначала пойдет реверс энергии темно дадим светлую заберем потом пройдет команда чтоб каждый вытащил все что осталось биополе потом пойдет раз синхронизация сжигания каналов и проверка все кто проверку пройдут за исключением гуманоида уйдут на свою чистоту и я даю команду тонкой копии екатерины спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам ответственным за чужеродную негативную патогенную низкой вибрационной энергии в ее биополе 123 выстраиваться каналы сущности каждый подходит к своему каналу я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей негативной патогенной низкой вибрационной энергии откат всех негативных программ негативных мысли форм пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к екатерине энергии страха энергии неуверенности энергии всех болезней все что она могла получить от них возвращается к ним усилием потоки в 50 раз до последнего микрона все назад кому идет больше хорошо кому больше всего шла вера гуманоид или дракон кто там был гуманоид понятно хорошо устанавливается фильтр золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверсом екатерина забирает всю чистую светлую божественную энергию обратно пошла энергия божественная чисто 123 все что у нее похитили все что не изъяли до последней капли возвращает екатерина себе обратно она хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно от кого возвращается что опиши пожалуйста у нее внутри да стоит пластина и она и очень мешает и вот эта пластина она как защита то есть гуманоид не ушел потому что он думал что это пластина как защитит что-либо сделает невидимым вот же наивный вот же наивный еще и верховный жрец какая самоуверенность опасная фатальная конечно видимые твою пластину и тебя видим гуманоид он говорит что наши энергии тоже неплохо подошли бы для его обряда наши с тобой вера ты реально не понимаешь куда ты попал за эти семья сдам межгалактическую полицию ты очень долго не вернешься еще домой не на землю в матрицу не на свой шимар или шимор никуда вообще и ты мне еще какой-то энергии говоришь я тебя могу сжечь здесь в клетке какой энергии ты чё ну в общем от него идет какое-то такое но не скажу что он разговаривает или что-нибудь формация или патическая и вообще так как он себя ведет он он думает что он бог и вот этими но обряды про которые он говорит он что-то создает типа небольших планет сразу из нескольких компонентов энергии небольшой бог интересно связан ли этот бог еще с кем-то есть еще кто-то кто за ним стоит то есть тот кто под ним стоит он говорит что меня будут искать и что где оставить куда позвонить от твой адрес ты там и там в тюрьме находится кому сообщить скажи вот тоже кошмары они себя считают еще какую-то передовую цивилизации верочка как у нас с реверсом посмотри пожалуйста закончен хорошо им я даю команду на счет три все что сейчас находится на чистоте гуманоида безболезненно отключается от всех семи тонких тел екатерины и выходит из ее биополя зависает в воздухе перед ней 1 2 3 все негативные энергии связанные с чистотой гуманоида выходит весь яд выходит все наматывается вместе с этой пластиной в шар все он выходит на чистоте гуманоида все что связано с ним по днк но вот эта пластина вышла и до провода хорошо давай попробуем сделать еще следующее все провода вышли пластина выше я выстраиваю от екатерины канал к этой пластине гуманоида 1 2 3 и если там хоть присутствует хоть малейший микрон частички души или белый биологический материал все на счет 3 начинает по каналу возвращаться назад 1 2 3 да будет так атаки есть там не частичка души а как сказать да частичка энергии души частичка энергии души все части энергии души до малейшего микрона все возвращается екатерина на хозяйка своих энергий возвращаем все божественное себе обратно ну я вернулась энергия была энергия да подожди они как будто знают друг друга кто кого знает Катерина знает гуманоида она устала от него и теперь когда она помнит кто она она не подвозит его к себе у них была какая-то связь она с арктура она арктурианка хорошо так вот этот плата вот это которая есть она уходит в клетку тюрьму 1 2 3 вместе с этой энергией которая вышла на чистоте гуманоида синий дракон выходи вытаскивай отключая все свои подключки вытаскивай все свои платы рассинхронизируйся сам с ней и возвращайся в клетку докладывай мне готовности к проверке приступая у нее какие-то способности есть хорошо способности если человек о них знает хорошо если он не знает о них значит он не знает я имею ввиду это связано с ее жизнью на арктуре да понятно хорошо она знает вот этих гуманоидных так сказать богов которые себя считают богами она знает их ритуалы ну и что он за ритуал хотел сделать екатерина объяснить он все верно сказал она говорит они собирают части энергии душ разных но она говорит особей подразумевая разные планеты меня меньше всего сейчас гуманоида интересует так синий дракон вытащил все платы да хорошо так отключил всю инкуб выходишь снимай все что ты оставил ленточки корсеты ошейники все снимай и не делай глупости потому что я здесь не шучу не живота снимает хорошо готов так без выходи давай вытаскивай все что оставил если арве биополе екатерины нет ляр хорошо тогда снимай все свои возвращайся назад в клетку доклады о готовности к проверке так и на счет 3 я включаю екатерине внутренний белый свет и выдавливай все энергии которые еще остались остаточные на чистоте беса инкуба синего дракона 1 2 3 сети энергии выходит и формирует шар перед екатериной все до последнего микрона выходит помогая екатерине своей энергии усиливая потоки выдавливает все до последнего микрона остаточной энергии все выходит готова большой шар не знаешь из-под ног какая-то черная пустота вышла черная пустота без что это за пустота черная объясними пустота так говорит пустота хорошо но это не магия да ты его веса веса хорошо без а почему ты не забрал эту пустоту когда я тебе говорил вытащить все из ее биополя может я тебе непонятно объяснил или ты думал пройдет значит это ее чувство она чувствует пустоту то есть это была пустота до него или с ним пришла меня интересует он в эту короче он делал так чтобы она вырабатывала вот это вот чувство пустоты боязни из исходности хорошо пустота тоже вышла и тоже в этот в этот шар намоталась до вера открывается портал в галактическое ядро и этот шар улетает на переработку закрывая печатая растворяя и на счет 3 переходим к раз синхронизации энергии екатерины с энергии без а инкуба синего дракона и гуманоида 1 2 3 то числового значения сто процентов заканчивается автоматически готов хорошо так подхожу к екатерине кладу руки на плечи и даю помогаю своей энергии чтобы она сделала импульс высокого вибрационного шока удара и сожгла все канта все каналы к интерферентам на счет 3 1 2 3 удар сжигается все каналы к интерферентам открывается портал в галактическое ядро все каналы летают на переработку в чистую первичную энергию готова закрывая печатая растворяя хорошо и я даю команду скэнеру на контрольную проверку 1 2 3 скэнер сканирует 7 тонких тел и проводит контрольную проверку малейшие частицы уничтожается на месте если что-то крупное осталось загораются маячки над клеткой ответственного и в биополе екатерины и я скэнер почему-то обрабатывает каким-то как паром что ли от гуманоида выпаривает его яд остатки остатки частиц да это вот эта ртуть которая там была готова отлично хорошо значит все проверку все пошли прошли буду начнем с пьеса без готова уходить готов хорошо ты понял больше не пытайся подходить к этому человеку потому что мы будем проверять найду тебя второй раз уже никуда не уйдешь открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте бьеса 1 2 3 без забирает все что он с собой принес уходит на свою чистоту закрывая печатая растворяясь и на счет 3 открывая портал против часовой стрелки в дом и и будешь тогда собирай все свои трубы все что оставил и дожидаясь и меня все понятно да и на счет 3 открывая портал против часовой стрелки в дом екатерины 1 2 3 и синий дракон забирает все что он с собой принес и уходит в этот портал и дожидается нас закрывай печатаю растворяем готов хорошо или я прошу тебя выйти на связь приветствую ли посмотри пожалуйста ситуацию у нас есть какой-то верховный жрец сам себя богом называет там наш сканер даже выпаривал его яд я еще оставил в клетке то что он там установил посмотри пожалуйста насколько опасен опасна эта сущность она говорит что это хорошая добыча вещь гуманоид такие вот бывают дела а ты себя называл богом нельзя себя называть богом и ставить себя равным творцу она говорит что для таких нужна определенная защита дамом мы там поставили 10 миллионов герц почему-то он начал воздействовать на нас у нас пять миллионов стояло но как-то он пробивал мы среагировали вера сразу заметила они его забирают и она говорит что ну вот как скейнер сделал нужно всю комнату всю комнату от него просто почистить понятно хорошо сейчас сделаем так и как же нам сделать со всей комнаты если этот скейнер на говорит что пластина плата что там пластина они тоже заберут хорошо хорошо не открыли дверь и таких как защитные костюмы у них и они ему говорят типа господин бог проходите пожалуйста руками так показывает отлично юмор у них тоже на месте шикарно богом он себя называл посмотри жалко тарелки у него нету можно было бы ее забрать не по сразу в клетку посадили отлично такое защищенное это большой вот тебе твое царство божество карманная готова отлично хорошо и я думаю сейчас команду наш скейнер расширяется по всему периметру нашей комнаты диагностики 1 2 3 влево и вправо расширяется от стены до стены от пола до потолка готова и на счет 3 скейнер включает это паровую чистку и полностью чистит весь всю нашу комнату диагностики от малейших микронов 1 2 3 этой сущности гуманоида скейнер сканирует и уничтожает все чужеродные частицы на месте останавливается автоматически и нас пусть тобой захватит и нас обработает с тобой вера готова отлично и насчет 3 скейнер возвращается в свое исходное положение 1 2 3 и свои исходные формы хорошо так поехали дальше проверки на говорит я не ошиблась вас хорошо поехали дальше хорошо екатерина мы закончили вашу чистку как вы себя чувствуете она очень хорошо себя чувствует и рада что пришла конечно сейчас мы узнаем пришла или и привели я думаю привели хорошо переходим к 10 вопросам куратора куратору екатерины и я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашая к нам прийти куратора или учителя екатерины куратор или учитель екатерины приди пожалуйста к нам комнаты диагностики машин снимаются все маски и голограммы фантом пристает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду днк мы приветствуем куратор или учителя екатерины представьтесь пожалуйста как нам к вам обращаться симон симон вы куратор приветствую всех я куратор отлично меня зовут влад это вера рядом стоит ваша подопечная екатерина екатерина написала 10 вопросов с просьбой задать их своему куратору будете ли вы уважаемый симон так любезно ответить ей на эти 10 вопросов я рад знакомства приветствую вас ответы будут хорошо я тогда начиная с первого вопроса хотя здесь уже нам понятно стало итак откуда моя душа арктур арктурианка отлично второй вопрос мое предыдущее воплощение на земле кем я была как прожила чем занималась мексике жила когда 1542 год так это же мая как раз туда еще помню это это времена когда уже по моему испанцы первый раз прибыли племени было племени было хорошо она была связана с чем-то с магическим или она да жертва приношения значит шаман шаман она была племени но это очень интересная такое опыт который она набрала хорошо благодарю вас значит она была в 1540 году и была шаманкой в каком-то втором в 1542 году да да и была шаманкой в этой племени благодарю вас она еще можно мужчиной было мужчина было хорошо есть какие-то яркие моменты которые хотите рассказать из этой жизни которые полезны будет моменты были яркие жертвоприношениями и ритуалами он показывает ее в одеждах шамана на голове у нее что-то и она она как гипнотизирует или в какой-то транс и все это племя вводит руками впереди у нее две вытянутые руки она говорит какой-то ну-ка заклинание заклинание молитва дождь призывает ну разные такие вещи делать ну ритуалу конечно да змеями лечит змеями картинки это мы здесь закончили на благодарю вас третий вопрос если вы позволите симон а продолжать стреть встречались ли наши с мужем души в прошлых воплощениях если да кем мы были друг другу на арктуре встречались были партнерами благодаря говорились пройти опыт на земле получить определенный опыт чувств совместно там совместный проект очень правильный интересный проект безусловно благодарю вас можно продолжать еще хорошо пятый вопрос что мне нужно изменить себе чтобы достигнуть взаимопонимания с мужем не забывать про радость улыбаться радость дает другие чувства это как ниточка начни с улыбки выслушай мужа удели ему время старайся сделать день где будет все медленно наслаждаясь моментом именно за это тебя полюбил твой муж но в суете ты потеряла радость и улыбку верни вы закончили да благодарю вас я еще два слова добавлю мы вытащили сегодня в нее в ногах была внизу пустота внутри тоже в ней как чувство была энергия пустоты мы это все убрали все уничтожили а когда мы дали 800 герц эмоциональной для восстановления эмоциональной энергии тогда она сказала сама сказала что радость это очень важно для нее и мы сейчас вы практически то же самое сказали это как ниточка из нее все вытекает благодарю вас за это объяснение уважаемый симон вы позволите дальше продолжать да хорошо шестой вопрос в чем мои скрытые таланты и как их раскрывать нумерология телепатия изучать иметь интерес из интереса не можешь ничего изучать конечно и так нумерология телепатия благодарю вас уважаемый симон следующий вопрос ну я не знаю как вы на него ответите в чем мой седьмой вопрос в чем мое предназначение на земле я повторюсь это был проект испытывать чувства строить эти чувства уже об этом говорили вы отвечали на этот вопрос то есть это являются этими чувствами быть в моменте понимать эти чувства я приведу маленький пример пожалуйста секунду мне нужно посмотреть понятные вам действие возьмем возьмем чай представь что ты завариваешь пакет пакет чая как интересно на земле да это церемония сейчас посмотрю что вы с ним делаете возьми эту чашку в руки думай о чай о тепле который дарит кружка это и есть остановить момент иначе ты не почувствуешь вкус насладись ароматом и первым глотком ты в моменте также отношения с мужем проработать чувства и наслаждайся ими дари их мужу начни с улыбки благодарю вас уважаемый симон за это очень хорошее разъяснение очень понятно на нашем человеческом языке если вы закончили здесь вы позволите дальше продолжать или вы хотели еще добавить интересный пример я захотел чаю действительно интересный пример я бы его попробовал у вас будете такая возможность мы вам ее предоставим уважаемый симон какие красивые чувства на земле все об этом говорят чем уже вы пробегаете то вы лежите дистанции не замечая вокруг красоты хороший вопрос не знаю как вам ответить на него но у нас такое есть действительно да продолжаем следующий вопрос вопрос был с какого уровня высшее я пришло екатерины 12 12 уровень благодарю вас и еще традиционный вопрос сколько кармических узлов она прошла и сколько еще и предстоит пройти два прошло два впереди благодарю вас и последний вопрос в этом отношении какой процент негативной энергии она успела набрать уже в этом воплощении 20 процентов отлично благодарю вас мой следующий вопрос секундочку вере и следующий вопрос и и негатив бездействие бездействием тоже можно набирать негатив негативной энергии абсолютно верно да или неправильно реагировать или не развивать себя или например какие-то чувства скрывать себе чувства за этим она и пришла пора чувствовать они бежать кросс у нас следующий вопрос в чем мое предназначение на земле я уже задавала вера нет нет в чем мое предназначение вопроса не было благодарю вас в чем мое предназначение на земле чувствовать чувствовать это задача научиться чувствовать проживать эти чувства и наслаждаться я повторяюсь до уже несколько глубину в этом вопросе и я бы мог подумать что вопрос что мне делать и чем заняться и я бы хотел остановиться на этом катерина поймет как поменяется ее жизнь после того как она начнет жить в моменте и наслаждаться остальное придет благодарю вас уважаемый симон замечательная фраза была остаться в моменте это действительно очень глубоко сказано благодарю вас следующий мой вопрос какие навыки я могу использовать для улучшения моего душевного состояния поминать красивые моменты не забывать о радости это наполнит твою душу определенным теплом заполнит пустоту вы закончили симон да благодарю вас предпоследний вопрос почему я часто чувствую неуверенность в себе и своих решениях извини прослушал еще раз это хорошо я повторяю это уже последний вопрос почему я часто чувствую неуверенность в себе и своих решениях потому что просто то не уходит а дает неуверенность и расползается неприятно вокруг тебя научись сбрасывать ее меркаба поможет сброс энергии и меркаба вы этот совет хотели дать уважаемый симон да да я просто хочу описать что для некоторых негатив влияет как отрицательная реакция как стрелы которые человек пускает в другого слова действия эмоции для катерины негатив влияет плохо на нее сам он делает пустоту вокруг нее которые чувствуют другие люди поэтому ей необходимо убирать ее пустоту вокруг себя все понятно благодарю вас уважаемый симон мы закончили на с вопросами если вы хотели от себя что-то лично добавить или например помочь и активировать энергию арктура если они еще не активированы это был бы наверное самый лучший момент энергию арктура да энергия арктура я бы хотел освежить и зарядить они как стержень зеленым цветом внутри ее да совершенно верно легко представить мы очень часто встречаемся с арктурианцами уважаемый симон поэтому мы знаем эту процедуру очень хорошо а для нее можете безусловно описать потому что она ее может быть не помнит как и этот стержень расширять как пользоваться этой энергией и как ее направлять расширять представляет свет зеленого изумрудного цвета выходящий из этого стержня до границ твоего тела это поможет тебе убрать усталость нерешительность я бы назвал его точечным хорошо он выходит как лучи я сейчас увидел как лучи такие недалеко от ее поля где-то 15-20 сантиметров и находится лучи выходят до конца ее тела заполняет ее полностью отлично здесь она должна воспользоваться безусловно визуализацией этого цвета и всего этого процесса вот так оно все работает и намерение свое вложить в это действие все у нее великолепно должно получиться на мой взгляд уважаемый симон самостоятельно как вы считаете 12 уровень высшего я это все-таки обязывает уже знать какие-то определенные вещи уважаемый симон пожалуйста если вы уже активировали вы хотели все готово отлично хорошо уважаемый симон у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики каждому куратору каждому учителю который к нам приходит в комнате диагностики мы всегда преподносим один определенный подарок это большая корзина с самыми вкусными и спелыми ягодами которые есть на земле верочка 1 2 3 эта корзинка появляется в твоих руках у нас этот подарок принимает все цивилизации первородные души арктурианцы ангелы плеядеанцы все и всем это очень нравится позволите ли вам уважаемый симон преподнести этот скромный подарок в знак благодарности за вашу помощь сегодня которую вы оказали своей подопечной это очень много чтобы наслаждаться нужно гораздо меньшее количество и мы подумали что у вас наверняка есть близкие души на арктуре ваши друзья с которыми вы хотели бы поделиться этой радостью в виде этого скромного подарка поэтому мы вам сделали такую большую корзиночку благодарю но это еще не все мы говорили с вами о чае сейчас я вам хочу сделать эту возможность и давайте возьмем например в японии у нас чай это целая традиция они его заваривают специальное время нельзя ни минуты дольше ни минуты меньше и давайте сделаем так я сейчас на счет три верочка появляется в твоих руках поднос и на нем стоит самый вкусный чай на земле один два три и эту пиалу чайничек и пиала с чаем пар идет горячий заваренный свежий пахнет ароматно и передай его пожалуйста симон будет ли он любезен попробовать этот чай пахнет вы нашли мое слабое место нам очень приятно доставляет радость несмотря что я в вашей комнате это чай это чай и я делает нас закрытыми от всех потому что я наслаждаюсь благодарю вас это то что называется быть в этом моменте не замечая все вокруг никого и ничего абсолютно наслаждаясь даже если рядом происходит ужасные вещи всегда можно уйти в себя в этот момент задержать его да абсолютно верно сейчас мы это на практике продемонстрировали теперь у нас уже получился действительно интересный я бы хотел добавить маленькую вещь я привел пример чая но таких примеров миллионы каждый день начиная с утра вы можете находить эти моменты которые останутся в вашей памяти они будут накапливаться с каждым днем попробуйте остановиться хоть надолго каждый день и наслаждаться то чем вы занимаетесь это послание действительно всему человечеству так и есть действительно эта радость находится в моментах например сейчас у нас на земле весна когда все расцветает это самая красивая пора на мой взгляд года и сейчас ходите смотреть как расцветают цветы как все это растет именно в этом моменте остаться это действительно замечательные высокие чувства которые в памяти всегда останутся у человека это можно параллельно даже к чаю привести как пример если наслаждаться этой красотой природы которую нам отец дал нужно нужно соединиться раствориться раствориться в этой природе раствориться и стать частью этой природы частичкой и тогда перестанет все вокруг существовать и останется этот момент самое главное что не нужно много времени для этого вы делаете это каждый день не замечая но если вы остановитесь на какие-то секунды и растворитесь вы получите огромное удовольствие которое останется с вами навсегда вот это очень хороший совет благодарим вас уважаемый симон так и есть так и есть в мелочах лежит счастье и этот момент умиротворение если его можно так назвать умиротворение да я знаю об этом от моего учителя архангела Ханиила я читаю ему молитву и там есть такие слова позволь мне замечать эти радости жизни наслаждаться чашкой кофе с другом смеяться радоваться наслаждаться природой всеми вот этими мелочами которые нас окружают вот и вот они действительно они делают нас вводят в этот момент я бы хотел вернуться к словам на земле которые имеют определенную роль читая молитву или же что-то другое вы должны понимать что вы читаете а не просто произносить слова ты сказал хороший пример но многие люди прочитав молитву забывают о ней выходя из церкви и знаете кто нам об этом рассказал об этих словах знаете кто нам об этом рассказал демон поэтому она говорит для меня никакой проблемы не представляет человеку когда он идет в церковь я выйду на 10 минут и подожду когда он выйдет что он через 10 минут забудет о том что он просил и к сожалению такое действительно тоже есть и надо обязательно вкладывать смысл в эти слова которые читает чувство не просто слова читать а чувствовать это каждое слово и вот оно должно резонировать с твоим телом но это уже другая наверное тема разговора уважаемый симон мы немножечко наверное отошли от нашей темы но все равно очень интересно то о чем вы говорите архангела ханиила прекрасная молитва она обращена на человека человек просит у архангела вернуть ему его же чувства которые он потерял в суете пробегая дистанцию в жизни там такие слова были научи меня радоваться как я когда-то радовался когда я был ребенком открывая для себя этот мир полный загадок и интересных вещей это опять то о чем мы говорили опять таки эти мелочи мелочи да действительно архангел ханиил его имя переводится как радость и радости не хватает к сожалению Екатерине в этой жизни могу предложить ей молитву архангелу ханиилу может она и поможет мне во всяком случае помогает благодарю вас за это отклонение я благодарю вас примите на этом месте уважаемый Симон искреннюю энергию благодарности за ваш визит за этот очень глубокий разговор который за эти примеры которые вы привели которые помогли нам понять суть того что было сказано и примите эту благодарность от меня от Веры и от Екатерины мы не говорим прощайте я говорю до скорых встреч возможно еще когда-нибудь встретимся нам очень приятно когда к нам приходят высокие души когда арктурианцы нас и все другие посещают всегда чему-то учатся я с великой благодарностью принимаю чистую энергию благодарим вас и самый последний вопрос уважаемый Симон если позволите Екатерина сама пришла или вы стучались чтобы она к нам дошла направляли ее потому что одно не работает без другого одно без другого не работает я только хотел сказать значит почему я это спросил значит просто пришло время значит она достигла какого-то определенного момента когда вот сейчас у нее возможно начнется новая жизнь я бы сказала она услышала сама себя вот как услышала сама себя в ней очень опасная сегодня сущность сидела которую мы выносили ее даже мы сдали в межгалактическую полицию гуманоид я думаю сейчас ей намного легче будет со своими чувствами так как уже ничто не мешает просто надо изменить свой ход мыслей и тогда ничего уже не будет мешать развиваться нормально и радоваться жизни будем надеяться будем да будет так хорошо уважаемый Симон на этом месте я говорю всего доброго желаем вам всего наилучшего высоких чистых энергий высоких вибраций и до скорых встреч прощайте и рассинхронизируйся Верочка готова хорошо Екатерина как вам встреча с вашим куратором Симоном вы все поняли великолепно лучшего куратора и желать не могу абсолютно верно абсолютно нам тоже очень приятно было с ним общаться хорошо будем возвращать вас назад сейчас систему биоробот душа и сразу перейдем к вашему дому и для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Екатерины в систему биоробот душа заводим подключаем ее каждому органу каждой клеточке каждой извилинке головного мозга проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами готовы и отключаясь от объекта я походу как а и с и а и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!